Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Новенькая участница Ольга Ямайкина пришла на проект к Антону Шоки, но он ей не понравился, она переключилась на Виталия Малышева. Участники советуют Оле стать активнее, чтобы не вылететь с проекта, но Ямайкина заявляет, что она не привыкла бегать за парнями. Новенькая Анастасия Зубова переключилась с Романа Баранчука на Стаса Дегтяренко. У них уже был поцелуй и не один. А еще Стас хочет отправиться на остров. Хотели бы вы видеть меня на островах, пишет он. В приложении ТНТ Клаб стартовало голосование на вылет. Теперь зрители могут голосовать против того из участников, кто, по их мнению, должен отправиться за ворота. Большинство голосует против Маши Кохной Майи Донцовой. В недавнем эфире «Дома-2» Вузова представила свою новую песню «Люди не верили». «Читаю ваши комменты», пишет она, «Столько добрых слов. Спасибо». Недавно появилась информация о том, что одного из участников проекта прямо с площадки на Сейшелах забрали сотрудники полиции. Задержанным оказался Сергей Кучеров. Сотрудники полиции скрутили его прямо во время съемок. Это вряд ли постановка, потому что администрация проекта выглядела испуганной. Появились слухи о причине задержания Сергея. Во время отдыха в баре он нарвался на неприятности. Разгоряченный спиртным, он вел себя вызывающе. На замечания персонала бара не реагировал, отвечал грубо. И в итоге его поведение привело к драке. В недавнем эфире Захару Соленко удалось задеть свою бывшую девушку Лизу Триандофилити за живое. Она нашла новый объект симпатии. Захару это не понравилось, и он в присутствии всего коллектива заметил, что не считает поведение Лизы нормальным. Тем более, что с экрана телевизора за ней наблюдает дочка. После этого у девушки сорвало планку. В порыве гнева она налетела на него с кулаками и была готова на все, лишь бы заткнуть ему рот. Глеб Жемчуков показал подписчикам фото своих новых татуировок. Они посвящены России. Элина Камерен отдала свою дочку Сашу в частный английский детский сад. Ее подписчики считают, что она пристроила ребенка туда за рекламу, потому что это уже второй садик, который она нахваливает. Недавно прибывшая на остров Марина Африкантова привезла для Вани Барзикова духи с надписью «Будь счастлив». Но Лиза Полыгалова может не нервничать. Ваня дал понять на ток-шоу, что у него есть любимая девушка и Марина ему не нужна. Ваня с Лизой хотят пожениться, свадьба намечена на август. По жалобам пользователей, страница Антона Гусева в Инстаграм была удалена. На него пожаловались те, у кого он воровал фотографии ремонтных работ. Андрей Чуев активно взялся за похудение. Он занимается спортом и правильно питается, и за месяц похудел на 5,5 кг. «Я начинаю себе нравиться», – пишет Чуев. Гара Витисян, которая известна как талантливый визажист, рассказала о том, как она работала когда-то с Аленой Водонаевой. Несколько лет назад она делала ей макияж и прическу на фотосессию, и от ее поведения девушка осталась в шоке. Водонаева показала себя очень заносчивой, особой с завышенной самооценкой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.